Едем посмотреть варианты. Какие-то. Уже намного раньше темнеет, и кажется, что мы едем прям ночью куда-то. Но на самом деле сейчас сколько? Часов пять, да? Приехали раньше, чем назначена встреча. Сидим, ждём. Это будет второе на сегодня. Уже почти девять часов, и мы только-только вернулись с просмотров. Сегодня их было два, ещё завтра, если всё будет хорошо, должен быть один. И если до этого у нас были такие очень сомнительные варианты, и мы думали и решили отказаться, то сейчас есть несколько вариантов, которые подходят, но в каждом из них есть какой-то очень существенный недостаток. То есть нет варианта, который был бы идеальным. Есть одна квартирка, которая находится прямо между нашими корпусами в ГТУ. Это идеальное положение, но это квартира на чердаке, как бы достроили мансарду. И это не совсем полноценная квартира. Вторая квартира возле Антакльня. То есть она идеальная, но местоположение. И ещё одна тоже далеко и тоже хорошая. Завтра мы будем её смотреть. И опять мы должны сейчас расставить приоритеты, что нам важнее. Или местоположение, чтобы было ближе ездить. Или действительно, чтобы там квартира тёплая была. И сейчас как-то надо всё это обдумать. Тоже трудновато. Ну, когда есть из чего выбирать, это, наверное, хорошо. Утро пятницы, утро доброе. Сегодня нерабочий у нас день. У меня нет лекций, у Саши нет пар. Но мы всё равно решили ехать в университет поработать, распечатать то, что нам нужно. Да и заняться другими делами. которые остались ещё невыполненными. Чтобы войти в новую неделю выходные со спокойной душой. Мы уже поработали. И будем ехать домой, потому что очень проголодались. Сейчас почти четыре часа. И пора уже обедать. Так что будем ехать. Мы хорошо достаточно поработали. Я сделала домашнее задание на вторник. Распечатала книгу, по которым мне нужно готовиться к экзамену. И Саша поделал свои дела по диссертации. Так что отлично. Сегодня 9 ноября. Суббота. И мы начинаем тихонечко переезжать, собирать вещи. Это мы сейчас печём картошку. Приготовили, чтобы противень вытащить. Этот шкаф уже почти пустой. Только верхняя и последняя полка остались. Здесь полочки почти-почти-почти пустые. И вот так вот, короче. Я пока сижу, Саша пошёл нести чемодан, сумки. И я до конца не понимаю, что происходит. Потому что, ну, мы начинали смотреть квартиры ещё летом. Но это было так. Мы просматривали, где есть варианты, какая стоимость. Выбрали районы, которые нам подходят, которые ближе к университету, к нашим корпусам, механическому и электронике. И вот полтора месяца мы, как мы начали так активно достаточно смотреть квартиры. И как-то ни одна не подходила по всем параметрам. И, в принципе, та, которую мы сейчас выбрали, она тоже не идеально по всем параметрам подходит. Но просто один... Вот она идеальная, но один ключевой. Это, конечно, не то немного местоположение, на которое мы рассчитывали. Но, в принципе, всё остальное, она перевесила этот недостаток. И, ну, вот какая-то она своего рода наша просто так почувствовалась. И мы решили выбрать её. Я до конца не осознаю, что вот мы уже переезжаем. Пошёл третий месяц, даже четвёртый месяц, как мы приехали в Литву. И только сейчас мы как-то не верятся, что мы переезжаем. Я надеюсь, всё будет хорошо. И это надолго. И что всё сложится наилучшим образом. И всем вам желаю, чтобы у вас тоже всё получалось. Мы будем собираться, короче. Попробуйте. Попробуйте. Занёс? Да. Крючок. Да капец, нам придётся носить в четыре подхода. Точно. Может, даже больше. Сейчас шестнадцать тридцать. Мы выезжаем, частично собрали вещи. Да, мы бы, наверное, всё забрали, но у нас просто уже некуда. Нет сумок столько, да. Так что завтра ещё вернёмся. А пока едем. Ну-ка. Давай, приступайся. Помните, мы покупали тапочки для того, чтобы надеть их в новом жилье? Наконец-то я таблеток пришёл. Сейчас мы будем их снимать этикетки, чтобы надеть. Поможешь, Саша? Ага. Кто-то впускает кошку. Кто-то распуковывает тапочки. Точно. Ах, тёплые. Нужно теперь к ним привыкнуть. Угу. Только что поужинали и решили ещё устроить маленькое чаепитие. Киви. Я нарезала киви, уже спелый. А Саша купил тортик. Ну и сделали чай. Будем пить. Человек. Собаки купил. Нет. Человек. Нет. Человек. Нет. Человек. еще не понял, что передошёл. Калаш в школу для моего брата. У них в школе есть такая штука, как стенды с достижениями учеников. И вот нужно сделать бумажечку для этого стенда. Угу. Фотошопы, сестра, там, куда-то. Это все мои родители. Хе-хе-хе-хе. Да. Я на днях составила приблизительное меню на неделю. И каждую неделю оно будет повторяться. И сейчас пытаюсь сформировать список, что купить сегодня в магазине. Потому что в холодильнике ничего нет после переезда. И нужно как-то пополнить запасы, учитывая то, что я собираюсь готовить. То, что мы будем готовить. Вот так вот. Ещё написали список вчера с Сашей, что нам нужно купить для квартиры. Будем смотреть сегодня подушки, одеяло. Надеюсь, всё купим и всё будет нормально. Кстати, меню мы сделали для того, чтобы ходить, закупаться в магазин только раз в неделю. И остальное время тратить на работу и учёбу. И чтобы понимать, что мы будем кушать завтра. И фиксировать траты на еду каждую неделю и каждый месяц соответственно. Будем пробовать, но что из этого получится я, конечно, не знаю. Я пыталась всё скомпоновать так, чтобы и по электричеству меньше затрат было. Чтобы там, если мы будем запекать картошку, то чтобы я там сделала гренки, я не знаю. Или, ну, вот что-то в этом роде. Параллельно, чтобы что-то пеклось. Так что будем пробовать, конечно. Энергия 7 Идем 7 8 8 8 10 Продолжение следует...